На конкурс дети читают стихи. Стихотворение Ивана Ващенко «По ту сторону войны» рассказывает Иван Смехнев, 11 лет. Походка чинный и солидный, Он отмерял пред строем плац, И, улыбаясь или видно, из-под лба смотрел на нас. То был майор с двумя крестами, Высокий, стадный, чуть хромой, И три ранения блистали нас, отражая шар земной. Смотрел на каждого с усмешкой, Неспешно китель поправлял, И хоть на деле он был пешкой, Себя он богом представлял. И мы стояли, будто землю подпирая, Смотрели в ноги, впрочем, кто как мог. И конвоиры, словно псы, рычали, Желая цепь сменить на поводок. Остановился у них против строя, Да со своей вальтерминой. И комиссахан, каменный стальный юдин Промолвал кто-то у майора за спиной. И мы стояли, только дрожь лилась по спинам, Ведь норовела смерть нам в душу заглянуть. И коммунит, тут коммунистов было половина, И комиссары, и евреи идут. Лишь тишина и листья слышно стало. В лесу потоком всех цветов, Природа страстного видала, Прося прощения за кровь. Глухой удар, металл, возивший с тела, Толкнул кого-то прямо в грязь. И че-то же, что нитью видится лишь с неба, В руках антропы вмиг оборвалась. Глухой удар, еще один, еще с десяток. Свинец вырезается в тела, Вдруг воздух теплой крови полный, Пронзает громкий, ура! То наши парни, смерть превозмогая, Последний бой с душой наперевес, Шли, падая, вставали, умирая, Своими криками пронзая хвойный лес. Не выдержала гордость здесь людская, Они рванули, побеждая боль. На всю жизнь немцев напугали, Свою последнюю играю в жизни роль. Те сорок душ запомнено всегда, Они стихов уже тех не услышат. Их биографию закончит тишина, И сердце в книгу памяти запишет.